Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. Сегодня я буду показывать вам, как колесо Фортуны управляет моим макияжем. Я сделала его сама. Это заметно. У меня есть 8 совершенно разных вариантов макияжа глаз, 8 разных вариантов нанесения тонального крема, контурирования, хайлайтера и тп и тд. И именно благодаря колесу Фортуны сейчас мы с вами будем что-то из этого лепить воедино. Сразу хочу сказать, что у меня огромное количество как трэшовых вариантов, так и совершенно повседневных вариантов, так и просто креативных и очень странных. Поэтому что выйдет сегодня по итогу этого видео, я не знаю. Прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал. Тык, включай в себя давление о публикации, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А также подписывайся на мой инстаграм. Ты можешь найти его в описании, а можешь не найти. Но лучше бы тебе его найти. Ладно, давайте уже приступим. Ах да, меня, кстати, Элиса зовут. Ага, у меня на телефоне есть 8 фотографий различных типов нанесения макияжа, нанесения тона. И некоторые из них даже странные. Но нам с вами повезло, ну или не повезло, для начала даже не знаю. И поэтому нам выпала вот такая вот корейская техника нанесения макияжа. Даже скорее я бы сказала не корейская, а скорее поданимешная что ли техника нанесения. Поэтому сейчас я все это буду делать. Для начала нужно будет нанести самый светлый оттенок тонального крема, который у меня есть. В принципе, ничего нового. Обычно мой макияж так и начинается в любом случае. После чего я возьму пудру, припудрую мое лицо. И теперь по схеме, которая тут у нас виднеется у девушки или у парня, ну скорее это девушка. Здесь мне получается нужно убрать полностью мои скулы. Вот здесь вот. Потом нужно будет затемнить нос и затемнить века. После чего нужно будет взять самый светлый цвет и отконтурировать мой нос, зону над бровью, мою щеку и подбородок. Пантрин подошел к концу. Теперь я бы хотела, знаете, что сделать? Я бы хотела сделать макияж глаз. Да, но для начала я хочу показать вам, как трудно было подобрать вообще образы для макияжа глаз. Пару дней тому назад. Если честно, то я немного задолбалась искать сейчас все эти макияжи. Ну, честно, я перелопатила их столько, что уже немножко устала. И говорю я вам об этом не просто так, не для того, чтобы пожаловаться, а для того, чтобы кое-что вам рассказать, кое-что важное. Ребята, в Яндекс.Браузере, с которого я прямо сейчас сижу, появилась новая, реально безумно очень полезная и крутая фича. Это автовынос видео в отдельное окно. Для любителей позалипать на видео и заниматься параллельно чем-то еще, это ведь просто идеально. Вы можете смотреть таким образом видео на ютубе, вы можете смотреть таким образом сериалы, вы можете вообще все что угодно душой вашей смотреть. И параллельно заниматься какими-то вашими делами. Мне кажется, это очень здорово. Просто помести окно в любую удобную для тебя часть экрана и настрой его себе по размеру, как тебе будет комфортно. Видите, вот, можно по-разному настраивать. При этом это, например, совершенно не мешает мне залипать в моем же там инстаграме, читать комментарии, которые вы мне оставляете. Элементарно и круто. Автовынос видео это новая, уникальная фича Яндекс.Браузера. Ни у одного другого браузера такого ништяка нет. Я установила Яндекс.Браузер ради такого удобства и, кстати, рекомендую установить его и вам. Установили бы, кстати. Поделитесь вашим мнением в комментариях. Этот глаз единорога потребует всего моего мастерства, которого нет. Для начала тут мне придется взять белый карандаш-базу, квоял белого цвета, нанести его на оба моих глаза, чтобы дальнейшие цвета при нанесении были такими же пастельными, как на этой фотографии. Если честно, я никогда не делала технику градиента и, тем более, не делала ее в таких интересных оттенках. Мой максимум это черный с белым смешать, и то криво. Ну, как видео про мой макияж, как я в школу ходила бы, я думаю, все это видели. А если не видели, то почему бы вам не посмотреть это видео прямо сейчас? Так вот, это получается что-то у нас интересное. Вы знаете, на самом деле я не столько боюсь за этот макияж в плане его растушевки градиента, сколько за стрелку. Мне кажется, стрелкой я просто все, все обделаю. Так, если вы думаете, что розовые и красные тени делают болезненный вид, забудьте об этом. Желтый. Вот спонсор вашего болезненного вида. Желтый. После того, как я нанесла тени, и худо-бедно их как-то еще и протушевала, и проградиентила, я возьму вот эту вот мою палетку. Эта палетка называется алхимия, потому что она волшебная, и потому что она сотворится вашими глазами. Нет, не золото, но что-то типа того. Сейчас покрывая сверху этой палеткой алхимии, смотрите, как заиграли мои глаза. Мама дорогая, это что такое вообще? Это что такое? Это безобразие. Это вообще законно? Красота. Мне реально нравится. Осталось только нарисовать стрелку. Пожалуйста, научите бьюти-блокера с миллиона подписчиков на ютубе рисовать стрелку, потому что он не в состоянии сделать это самостоятельно и освоить. Я решила зажать ресницы, чтобы они были более объемными. Окей, красим ресницы тушью. Это проще, чем стрелка. Ну, не знаю, не знаю. Кстати, не могу сказать, что это так уж и плохо. По-моему, выглядит очень интересно, необычно. А вы что скажете, как вам такой макияж? Мне кажется, реально очень клево. Даже, кстати, с этим хвостом моим, с этими серьгами и с этой кофтой, и с задним фоном, кстати, тоже очень сочетается. Следующим моментом я предлагаю делать брови. И, если честно, я немного пугаюсь, потому что я боюсь, что сейчас брови будут кинг-мохнатые, лохматые или вообще голубые. Хотя нет, голубые сюда бы подошли. Сейчас будем выбирать брови. Ой, подождите, что это? Тут же семерка или лапка? По-моему, это все-таки лапка. Да, это лапка. Ну что ж, Китса сейчас будет выбирать макияж. Пока давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Видите, тут есть самые разные брови. Интересно, что же Китса выберет. А пока расскажу, как он будет выбирать. Сейчас перед котом я положу несколько вкусняшек. В зависимости от того, какую вкусняшку по счету он съест самый первый, под этой цифрой я и буду повторять макияж. Давайте посмотрим, что Китса нам предлагает. Вы смотрите, Китса так пятой подошла, но кушает третью. Если честно, то в обычной ситуации я бы, наверное, даже чутка бомбанула. Но сегодня, мне кажется, такие брови, именно эти брови сюда идеально подойдут. Китса-то пафосна. Знает, что нужно бабенкам. Знает. Черт, я столкнулась с проблемой. Тут первым пунктом идет пинцет. Без пинцета будет. Для создания этого образа мы просто будем следовать пошаговой инструкции, которая есть на этой картинке. В самом начале я возьму мою любимую гелевую подводку и сделаю стрелочку снизу. Ой, не стрелочку, ну вы поняли, линию. Теперь нам предлагают эту линию соединить с верхней точки нашей брови. Путем того, что отсюда мы проводим чутка вниз. И теперь каким-то волшебным образом вся бровь стала закрашенной. Ну, полагаю, что они ее заштриховали и расчесали. Последним этапом идет консилер. Для того, чтобы бровь была идеально четкая, идеально графичная. Ну, у меня тут есть прекрасный карандаш-консилер. Им я сейчас лишнее закрою, растушую. Кстати, очень симпатично получается. Что думаете? А, да, по концу этого видео, пожалуйста, напишите, вам понравится итоговый макияж волшебной рулетки или не понравится. Следующим пунктом нам необходимо с вами сделать румяшечки и хойлайтер. Но я решила сделать все гораздо интереснее, чем просто выбрать себе цвет румян. В следующем пункте у нас будет целая куча всяких интересных ништяков. Так что смотрите. В общем, как вы можете наблюдать, нам выпало с вами нечто очень интересное. Если честно, я в восторге. Это именно та картинка, которую я бы хотела. Ммм, совпадение? Не думаю. Для того, чтобы создать этот образ, нам нужно нарисовать посредине моего лба луну. Ну, это выглядит достаточно просто. Плюс сделать тут такие точки над бровями. Это тоже достаточно просто, потому что у меня есть специальная такая подводка в форме кружочка, которая действительно рисует эти круги. Вы представляете, вообще до чего дошел мир? Создают подводку, чтобы люди могли точки рисовать. Ну, просто капец. Вся надежда на консилер. Так, ладно, буду терять сейчас лишнее. Это оказалось сильно сложнее, чем я думала. Так, ну, вроде худо-бедно, она выглядит не так уж и плохо. Если ясно, то очень хорошо сочетается с моими глазами. И по три точки над каждой бровью. Теперь помада. Не, ну, я думаю, вы понимаете, что вот сейчас будет решаться многое. Главное, это макияж сейчас не испортить помадой. Я уже боюсь. Я реально боюсь, потому что там очень много странных вариантов помад. Но колесо, крутись. Помада, вертись. Да, это серая матовая помада. С одной стороны, этот долбанутый макияж нуждается в чем-то типа того. С другой стороны, нуждается ли. А еще, как выяснилось, серой помады у меня нет. Я прерыла все свои завалы, серой помады там нет. Блин, мне придется сейчас делать себе губы при помощи, опять-таки, вот этого вот белого карандаша, которого я до этого использовала уже на моих глазах. То, что сейчас происходит на моих губах, наглядно показывает, почему помада не должна быть сильно светлее ваших губ. Не должна быть. Передайте, пожалуйста, Рине, чтобы она училась истинному помадному мастерству. Видите, как я круто все придумала. И сверху сейчас покрою это добро тенями серыми. Но, кстати, мне, если честно, нравится. Я ожидала реально худшего. Я прямо ожидала, что сейчас все. Просто можно будет пойти и смыть этот макияж с чистой стоимостью, потому что он ужасный. Ну, нет, получилось очень даже необычно.